Концел все же упустил мяч за линию, и даже если бы Терехин попал в бесхозные ворота, он не был бы защитным. Адамас Гладец сыграл в Абанк, выпустив на поле еще двух нападающих, Тишкова и Сафронова, но отчаянная мера лишь окончательно повалила динамовскую оборону. Дихимович лично пасует Янкеру и тут же валит его с ног. Пенальти. Сметанин сделал все, чтобы вдохновить партнеру своим успехом, но чуть-чуть не достал. 2-0. И уже не встретив сопротивление на своем пути, лучший игрок Рапида Янкер делает счет разгромным. 3-0. И это уже все. Два человека сделали игру, Янкер и Черышев. В конце игры уже только динамовские фаны пытались перещеголять хозяев, но и эта игра закончилась не в нашу пользу. ПСЖ ничего не значит даже для Пармы. Французы в родных стенах играют с особым настроем. Нума бьется до конца и зарабатывает пенальти, которые реализовывает Раи. Счет по сумме двух матчей сравнялся, но еще до перерыва чуть ли не единственная атака Пармы завершается голом. Мелли мягко украшает мяч и, не давая ему опуститься, сильно бьет. 1-1. Гол, забитый на чужом поле, позволил итальянцам сосредоточиться на обороне, но под напором хозяев они не устояли. Лако забивает второй гол. Но для выхода в полуфинал этого мало. Французы идут в Абан. Раи во второй раз переигрывает Буччи и выводит Парисон Жермен в полуфинал. В первой встрече Депортиво на своем поле победил Сарагосу 1-0. В ответном матче хозяевам на 37-й минуте улыбнулась удача. Фернандо Мориэнтес оказался в нужный момент в нужном месте. 1-0. А Депортиво ищет спасение в своем бомбардире. Бибетто действует на грани офсайда и пробивает вратаря. Но судья ошибается и фиксирует положение вне игры. Во втором тайме Бибетто вновь на передовой. Он обкрадывает защитника. А перехитрить с такой позиции вратаря в Бразилии может и ребенок. 1-1. Бибетто спокоен. Депортиво в полуфинале. Кроме Рапида, все остальные команды прошли в полуфинал Кубка Кубков благодаря преимуществу в один гол. В полуфинале команда Радченко Депортиво. Правда, сам Радченко в последней игре не участвовал. Но у него есть две недели, чтобы подготовиться к центральному матчу 1-2 финала с ПСЖ. В Кубке УЕФА сплошные.